привет друзья ну давайте делать с вами вино как вчера я и обещал значит сначала использовать мы будем для основы для каркаса пеноплекс покупаем его в строительном магазине вот это нужно нам для того чтобы сделать его основу жесткой для того чтобы держала форму периодически вижу висят на дверях такие венки квазимода немного потерявшие такие форму вот яйцеобразная да такая форма потому что там что место где они привязаны к в общем за которой они крепятся к двери она получается вытягивается кверху то есть подвесом венка и получается такой вот венок квазимода вот но поэтому берем такую жесткую основу из пеноплекса находим середину да вот таким образом значит мы делаем как бы как циркуль вот из веревки и рисуем нужный нам диаметр венка вот делаем ширину какую нам нужно до учитываем что у нас еще будет заполняться венок материалом то есть немного делаем поуже чем мы хотим чтобы получился сам венок ну понимаете да вот вот сейчас вот второй второй ряд толщину венка мы делаем чуть уже чем у нас должен получиться сам венок потому что у нас будет еще наслаивается декоративный материал наслаиваться ветки будут нобелеса вот и он они нам тоже придадут объема и ширины далее мы вырезаем из пеноплекса вырезаем наш каркас берем техническую бумагу в данном случае я использую плотный крафт ну потому что он был под рукой вы можете брать любой материал это может быть например например пленка да но все-таки лучше бумагу потому что некоторыми материалами которые у нас будут зафига закреплены на проволоке ими можно прям протыкать эту бумагу да и интегрирую и если что вы хотитеśniej Продолжение следует... 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 Вот у нас с вами получился такой пухленький венок... Вот такой жирненький, пухленький... Ну и можно приступить к его декору... декоративные элементы с конечно же могут быть самыми разными которые соответствуют до вашей задумке вот в моем случае это будут такие золотые веточки шары оттенков таких деликатных оттенков скажем тогда и оттенков коричневого цвета вот ну и далее увидеть тоже будут капли свисающие свинка значит я смонить замонтировал зафиксировал ветки золотые и теперь приступаем к крупным элементам это будут у нас крупный круг круглые крупные шары и шишки золотые далее у нас будут банты банты из ленты такие объемные буду делать я их не плоские да как обычно на букет но хотя и на букет тоже бывает делаю объемные банты вот здесь они будут из четырех лопастей у нас давайте не буду ускорять наверное видео чтобы видно было таким образом я буду фиксировать каким образом делаю банты фиксирую а также было выскорить выскорить выскорили Продолжение следует... 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 Так, вот такие у меня есть коричневые капли, а вообще они бывают из стекла и из пластика. Эти вот у меня из пластика, я их уже как-то давно привозил из Китая. Вот, и смотрю, в общем-то, мне они подошли, в общем-то, подошли к этому венку, вот, решил ими воспользоваться. Значит, мы подвешиваем их на коричневую тонкую ленту. Вот, опять же, смотрите, чтобы узлы у вас были аккуратными, да, обратите внимание, то, что я не завязываю узлами, ну, не привязываю узлами саму эту каплю, да. Вот, что я делаю узел на ленте, аккуратно обрезая, чтобы практически не было видно вот этого края и отпуская каплю, чтобы она, все-таки, у нее был такой, ну, парящий эффект, да, чтобы она легко смотрелась, а не такой вот, ну, намотанной, примотанной. Ну, то есть, такие детали тоже, обращайте внимание на такие, казалось бы, мелкие детали, вот, чем ювелирнее выглядит ваша работа, тем, соответственно, она смотрится дороже, тем она выглядит более притягательной, вот. Вот, и когда у вас не видно каких-то таких технических элементов, ну, как мы наговорим, когда не видно кухни всей этой, да, как это все делалось, как это готовилось, возникает ощущение вот этого вот, ну, волшебства, да. Вот, вот, когда у вас видно на том же самом букете, да, какую-нибудь, не знаю, скотч или скобы от степлера, вот, вот, тогда вот это ощущение явно у покупателя, оно не появится, такое ощущение, что вы волшебник. Он понимает, что, ага, здесь вот степлером, значит, пришлепано, а здесь вот у нас скотчем обычно прилеплено, поэтому вот таких моментов, конечно, старайтесь избегать. Нужно, чтобы, ну, вот эти вот работы ваши, да, вы же все-таки, ну, чтобы они выглядели прям вот такие, как ювелирочка. Надеюсь, мне понадобятся две капельки на, зафиксированные на шпажке, вот, ну, единственные, единственные вот эти две капли, а остальные я буду просто свешивать с венка, в свободном таком падении они будут. Ну, и чтобы у нас задняя часть венка тоже была аккуратная, для того, чтобы она не царапала дверь, мы тоже ее будем прорабатывать. Вот, и вместе с тем закроем, вы помните, да, что мы когда обматывали жгутом, с обратной стороны остался этот жгут видно, да, то есть это тоже кухня, это тоже видно, как это готовили, вот. Это тоже мы будем закрывать и прятать, чтобы возникало, не возникало ощущения, вот, простоты, да, чтобы, а, ну, все понятно, вы понимаете, да, какое возникает ощущение, когда видно, как это делалось, как это производилось. Вот, и, значит, будем закрывать всю эту кухню, и в том числе вот эти ленты, которые будут у нас свисать с обратной стороны, их тоже, в принципе, будет видно, вот, мы их тоже закроем. Капли мы тоже развешиваем на разном уровне, у нас таким образом появляется такая динамика в работе, ну, а вы знаете, что, как и в букете тоже, в принципе, во флористике, да, независимо от того, что это какая-то работа, всегда работают все одинаковые основные принципы, вот. И, опять же, обратите внимание, да, не сказал я об этом с самого начала, у нас материал расположен, начиная вот от веток Нобелеса, расположен в сторону часовой стрелки, у нас тоже есть, в принципе, уже динамика самого венка, да, по кругу в сторону часовой стрелки, вот. Вот, это говорит о том, что венок у нас торжественный, вот, если у нас материал бы располагался против часовой стрелки, это говорило бы о том, что, значит, венок у нас траурный, вот. Здесь мы видим то, что, значит, распределил я капли на разных уровнях, ну, я еще буду поднимать, смотреть, поправлять, вот. Ну, и осталось закрыть нам с вами заднюю стенку и немножко проработать еще лицевую сторону, вот, я в данном случае использую, использую просто из строительного магазина пробковый лист, вот, и приклеиваю таким образом, да, закрывая, закрывая кухоньку, технические элементы. Вот, а также вы увидите уже, где вам нужно добавить Нобелеса, можете уже, обратите внимание, да, где-то по бокам видно фетр, но он при этом не смотрится как-то ужасно, да, не смотрится каким-то техническим, да, техническим элементом. Вот, в принципе, можно его закрыть с тех сторон, где он более просматриваем, да, либо, ну, посмотреть нужно уже просто по факту, может быть, на месте, когда вы будете уже монтировать этот венок, да, посмотреть, тем нужно еще прикрыть технические какие-то элементы. Вот, ну, конечно, если вы будете, не будете монтировать сами, да, изделия, если вы будете просто отдавать его покупателю, то, конечно, нужно сделать его максимально аккуратным, вот, чтобы не было видно вот этих вот просветов каких-то, вот. На куртке у меня, если что, это не жирные пятна, это воск, а то не удивлюсь, если кто-нибудь напишет мне, что я ел неаккуратно чебуреки, так вот, это не чебуреки, это я выливал свечи. Вот, поэтому куртка эта теперь стала рабочей. Ну, и на этом все, друзья, осталось мне снять видео и фото, когда я буду делать, значит, оформление дома, когда я буду монтировать уже все, подвешивать венок, делать, значит, оформлять камин и так далее, вот, обязательно с вами поделюсь. До встречи!